Кто все-таки стоит за подобными атаками? И может ли украинское государство квалифицированно противостоять хакерам и иностранным спецслужбам в киберпространстве? Все это обсудим с Александром Ольшанским, одним из лучших в Украине экспертов по интернет-коммуникациям и компьютерным системам. Александр, я вас приветствую. Скажите, этот вирус, вот мы видели, вырубил десятки компаний. Вот в Украинерго сказали, что такие атаки могут просто положить экономику страны. По вашей оценке, каким может быть примерный ущерб от этой атаки? Есть какие-то подсчеты уже? Ну, к сожалению, я думаю, что сейчас еще нету никаких подсчетов. Основной удар приняли на себя все-таки частные компании в большом количестве. И поскольку они не рапортуют о своих убытках, то, наверное, только по косвенным данным можно определить ущерб. Но очевидно, что ущерб большой. Хорошо. А можно ли сказать, откуда растут вот эти хакерские руки по состоянию на этот час? Что известно об авторах вируса? Кто же все-таки начал атаку? Возможно, поделитесь своим ощущением. За этим стоит какое-то государство или это какая-то самостоятельная группа хакеров? Ну, мне трудно сказать, стоит ли за этим государство или самостоятельная группа хакеров. Но мне кажется, что нам нужно сейчас заниматься не поиском того, кто это сделал, а сейчас нужно заниматься поиском эффективного противоядия, эффективных инструкций для того, чтобы не попасть в следующий раз. А когда мы этот этап пройдем, то тогда уже можно сосредоточить свои силы на поисках, так сказать, виновных. Ну, все равно мы, Александр, боимся, конечно же, повторения, которое говорилось в сюжете подобных кибератак. Вообще, насколько правдивы вот такие негативные прогнозы, что подобные кибератаки могут в один из дней просто вырубить украинские банки, например, или электростанции? По-вашему, это преувеличение или вы согласны с тем, что такая угроза существует? Смотрите, есть три проблемы. Первая проблема непосредственно с этой атакой. Поскольку вирус проник, явно статистика заражения говорит о том, что он проник в самые защищенные части сетей, в серверные сегменты. Собственно, этим и объясняется то, что сразу под подозрение попала программа Медок. Медок, то мы не можем точно быть уверены, что там нет скрытых еще неактивированных копий с такой или другой вредоносной функциональностью. Это первая часть проблемы. Вторая часть проблемы, это насколько мы... Я не слышу вас. Мы вас внимательно слушаем, поэтому вы меня не слышите, Александр. Вторая часть проблемы, это насколько... Да, да. Да, да, извините. Вторая часть проблемы, это насколько страна вообще готова к киберугрозам. Здесь проблема такая. Во всем мире компетенции по кибербезопасности в основном сосредоточены не в государственных службах, а в частных компаниях. Государство играет роль координирующего центра, который помогает специалистам частных компаний обрести, так сказать, доверие, коммуницировать с друг с другом и противостоять угрозам. И эта функция в нашей стране выполняется, скажем так, не очень хорошо. Но понятное дело, что люди, которые могут хорошо выполнять эту функцию, очень дорого стоят, Александр. И здесь вот я хотел бы напомнить всем и вам, и зрителям, что весьма интересно отреагировал на эту кризисную ситуацию Дмитрий Шимкин, в замгломе администрации президента Украины, бывший гендиректор Microsoft Ukraine, который не понаслышке знаком с вопросами безопасности компьютерных систем. У себя в Фейсбуке он написал о том, что информсистемы и команда киберзащиты администрации президента работали в штатном режиме и не пострадали. Шимкин говорит просто о халатности, мол, главное в кибербезопасности – это люди. И отсутствие инвестиций в человеческий капитал как раз и приводит к такой вот уязвимости. Поручил Шимкин своим специалистам помочь и другим госорганам разобраться с этой проблемой. И здесь продолжим разговор с Александром Ольшанским, экспертом по компьютерным системам и интернет-коммуникациям. Вот скажите, Александр, вот и Шимкин и другие топ-чиновники заговорили о том, что нужно нанимать для государства специалистов, только что вы об этом говорили, да, которые могут отвечать на киберугрозы и противодействовать хакерским атакам. А сколько стоят подобного рода специалисты? Какие у них должны быть зарплаты, чтобы им это было интересно? По вашей оценке, наше государство может себе позволить такие расходы? Смотрите, у нас на самом деле неплохие специалисты по кибербезопасности. Проблема в том, что обычный специалист по кибербезопасности всегда готовится к предыдущей атаке. Ну, как генералы, которые готовятся к прошлой войне. А вот люди, которые способны готовиться к будущей войне, это действительно большая редкость. Их единицы, их на такую страну, как Украина, может быть, несколько десятков человек. И стоят они по-настоящему дорого. И государство должно обеспечить не их найм, а государство должно обеспечить, чтобы информация от этих людей правильным образом воспринималась в соответствующих структурах. То есть, чтобы их рекомендации были услышаны и вовремя внедрены до того, как случилось ЧП. Понятно. Спасибо, Александр. Я очень надеюсь, что те, от кого зависит наша кибербезопасность в будущем, сейчас очень внимательно вас слушали и прислушаются к вашим советам. Спасибо за участие в эфире. Спасибо.